Виктор Драгунский Что любит Мишка? Один раз мы с Мишкой вошли в зал, где у нас бывают уроки пения. Борис Сергеевич сидел за своим роялем и что-то играл потихоньку. Мы с Мишкой сели на подоконник и не стали ему мешать. Да он нас и не заметил вовсе. А продолжал себе играть, и из-под пальцев у него очень быстро выскакивали разные звуки. Они разбрызгивались, и получалось что-то очень приветливое и радостное. Мне очень понравилось, и я мог бы долго так сидеть и слушать. Но Борис Сергеевич скоро перестал играть. Он закрыл крышку рояля, увидел нас и весело сказал. О, какие люди! Сидят, как два воробья на веточке. Ну, тис, так что скажете? Я спросил, это вы что играли, Борис Сергеевич? Он ответил, это Шопен. Я очень люблю Шопена. Я сказал, конечно, раз вы учитель пения, вот вы и любите разные песенки. Он сказал, это не песенка. Хотя я и песенки люблю, но это не песенка. То, что я играл, называется гораздо большим словом, чем просто песенка. Я сказал, каким же словом? Он серьезно и ясно ответил, музыка. Шопен – великий композитор. Он сочинил чудесную музыку. А я люблю музыку больше всего на свете. Тут он посмотрел на меня внимательно и сказал. Ну, а что ты любишь больше всего на свете? Я ответил. Я много чего люблю. И я рассказал ему, что я люблю. И про собаку, и про строгание, и про слоненка, и про красных кавалеристов, и про маленькую лань на розовых копытцах, и про древних воинов, и про прохладные звезды, и про лошадиные лица. Все, все. Он выслушал меня внимательно. У него было задумчивое лицо. Когда он услушал, а потом сказал. Ишь, а я и не знаю. Честно говоря, ты ведь еще маленький. Ну, ты не обижайся. А смотри-ка, любишь так много, целый. Тут в наш разговор вмешался Мишка. Он надулся и сказал. А я еще больше люблю Дениски разных разностей. Подумаешь. Борис Сергеевич рассмеялся. Очень интересно. Ну-ка, поведай тайну своей души. Теперь твоя очередь. Принимай эстафету. Итак, начинай. Что же ты любишь? Мишка поерзал на подоконнике. Потом откашлялся. Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс. Я люблю хлеб и торт, и пирожные, и пряники. Хоть тульские, хоть медовые, хоть глазированные. Сушки люблю тоже. И баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлой, капустой. И с рисом. А я горячо люблю пельмени. И особенно батрушки. Если они свежие. Нет, ну черствые тоже ничего. Можно всякое печенье. И ванильные сухари. А еще я люблю кейки. Сайру. Судака в маринаде, бычки в томате, частик в собственном соку, икру, баклажанную, кабачки ломтиками и жареную картошку. Нет, вареную колбасу люблю прям безумно. Если докторская, на спор съем хоть целое кило. Нет, и столовую люблю. Люблю и чайную, и зельце копченую, и полукопченую, и сырокопченую. Эту я вообще люблю больше всех. Очень люблю макароны. Да, с маслом. Вельмишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками и без дырочек. С красной икрой или с белой. Все равно. Люблю вареники с творогом. Творог соленый, сладкий, кислый. Люблю яблоки, тертые с сахаром. А то яблоки одни. Самостоятельно, да. А если яблоки очищенные, то люблю сначала съесть яблоко, а уж потом на закуску кожуру. Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, и риски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца всмятку вкрутую, в мешочек могу и сырые. Бутерброды люблю. Прямо с чем попало. Особенно, если толсто намазать картофельным пюре или пшенной кашей. Да, так, ну, но про халву говорить не буду. Кто ее не любит? А еще и люблю гутятину, гусятину, индятину. Ах, да, я всей душой люблю мороженое. за семь, за девять, за тринадцать, за пятнадцать, за девятнадцать, за двадцать две и за двадцать восемь. Мишка обвел глазами потолок и перевел дыхание. Видно, он уже здорово устал, но Борис Сергеевич пристально смотрел на него. и Мишка поехал дальше. Он бормотал. Крыжовник, морковку, кету, горбушу, репу, борщ, пельмени, ой, хотя пельмени, я уже говорил, бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, вареньки, колбасу, ой, хотя колбасу уже тоже говорил. Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждет, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки, что, мол, Мишка еще скажет ему. Но Мишка молчал. У них получилось, что они друг друга чего-то ждали и молчали. Первый не выдержал Борис Сергеевич. Что ж, Миша, сказал он, ты многое любишь, спору нет, но все, что ты любишь, оно какое-то одинаковое, чересчур съедобное. Ну, съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый магазин и только. мишка. А люди, кого ты любишь? Или из животных, кого ты любишь? Тут Мишка весь встрепенулся и покрасил. «Ой, сказал он смущенно. Чуть не забыл. Еще котят и бабушку». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ